Предвзятость в отношении к отдельным категориям советских призывников выражалась в различных формах, от скрытой неприязни до явного отторжения. Факторы принадлежности к определенному этносу, месту жительства, социальному статусу, особенностям поведения, все это могло способствовать формированию негативного образа того или иного новобранца. Меня зовут Сергей Локтиный, в этом выпуске я расскажу вам о том, каких призывников больше всего они любили в армии Советского Союза. Жителей столицы в армии недолюбливали всегда, за их высокомерие, заносчивость, желание оказаться выше других. Не все москвичи были именно такими, но если подобные черты характера у призывника проявлялись, то их тотчас же связывали с его местом жительства. Дескать, москвич, что с него взять? Есть даже одна армейская прибаутка. Прилетели к нам грачи, голубые москвичи. Некоторые дедушки в советской армии забавлялись тем, что подсылали духов произнести данную фразу москвичу, пусть даже старослужащему. Молодые в данном случае оказывались в безвыходном положении. Не пойдешь, а гребешь от пославшего тебя деда. А скажешь, получишь леща от москвича. Неприязнь к москвичам глубокий корни, хотя это в свое время и не афишировалось. Но советский народ знал, что в Великую Отечественную войну почти половина военнообязанных мужчин-москвичей не воевали, имея бронь. Потерявшие во Второй мировой отцов и дедов их дети-внуки на генетическом уровне чувствовали эту несправедливость и по-своему мстили за нее. В советской армии также не любили призывников кавказцев и выходцев из Средней Азии. Зачастую их презрительно называли деревянными. Очевидно от слова чурка. Горцы трудно поддавались воспитанию дедушек, но трогать их опасались. Земляки из части, они находились быстро и практически всегда, могли отметелить обидчика так, что мало тому не покажется. Не взирая на его статус. Если в роте, допустим, преобладали азиаты, славяне вешались. Обычная для советской армии сословная иерархия дед-черпак дух в данном случае не действовала. Деды-славяне могли до дембеля мыть сардиры и вообще летать как духи. За них некому было заступиться. Весьма красноречиво подобную ситуацию описал служивший в таких условиях знаменитый российский шоумен Дмитрий Нагиев. Его интервью по этому поводу можно найти в интернете. Деревянные изо всех сил старались получить сопли, то бишь лычки на погоны. Стать сержантами, чтобы приехать в родные аулы героями. Также бытует мнение, что дедовщину в конце 50-х годов 20-го века в советскую армию привнесли именно уголовники. На эту тему существует несколько научных работ, но системного осмысления подобной гипотезы до сих пор нет. Хотя косвенно она подтверждается. Армейская иерархия во многом напоминает воровские понятия. Одно время судимых в советскую армию не призывали. Потом в особые рода войск, так называемые нестроевые, начали призывать в том числе и тех, кто в свое время привлекался к уголовной ответственности. По сути это были узаконенные армейские подразделения малооплачиваемой рабочей силы. Самым известным считался стройбат. ВСО «С нами не сравнится никто» — это слова из строевой песни, которую горланили советские стройбатовцы по пути в столовую. Судимые пытались диктовать в армии свои порядки. И если им что-то не удавалось, то ротная казарма в таком случае мало чем отличалась от зоновского отряда. Также одной категорией солдат, которую все не любили, это были чушки. Грязные, неопрятные в одежде и поведении призывники презирались в армии всегда. Забитые, слабохарактерные, апатичные новобранцы, они проявляли себя уже с первых месяцев службы. Неспособность, многократно помноженная на умышленное нежелание следить за собой, делала их изгоями среди солдат своего призыва. Чушки были вне армейской иерархии, их могли даже гонять духи. Меня зовут Сергей Локтиный, в этом выпуске я рассказал вам о том, каких призывников больше всего не любили в армии Советского Союза. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»